шпио или интерфейс ввода вывода общего назначения это интерфейс для связи между компонентами компьютерных систем к примеру микропроцессором и различными периферийными устройствами контакты шпио могут выступать как в роли входа так и в роли выхода это как правило конфигурирует давайте посмотрим что делают стандартные 40 контактов на разбери а затем рассмотрим каждую из этих функций подробнее они очень похожи на штыревые порты arduino так как их также можно настроить для чтения входов или записи выходов эти контакты позволяют малине взаимодействовать с различными компонентами такие как кнопки потенциометры зуммеры и прочее есть три схемы именования которые нужно знать первое это нумерации по числам крайний pin к слоту micro sd это 1 дальше идет нумерации в виде буквы z 2 это нумерация варинг пай и 3 это братком не забывайте проверять с каким выводом вы на самом деле работаете при программировании разбери пай также не стоит забывать о максимальном выходном токе одного пина это у нас 16 миллиампер все пины не должны иметь пропускной ток более 50 миллиампер а вывода 5 вольт в сумме не должны пропускать ток более 500 миллиампер этот следует учитывать при разработке своих проектов чтобы не спалить малину также следует вспомнить про подтягивающие и стягивающие резисторы подтягивающий резистор делает на нашем контакте высокий уровень напряжения а стягивающий резистор низкий уровень напряжения это нужно чтобы избежать дребезга и наводок на контакт у разбери нет аналоговых портов как например в arduino так что если вы хотите подключить аналоговое устройство придется использовать расширение в то время как многие проекты могут уживаться с обычными пинами питания входа и выхода иногда от разбери пайт требуется сверхспособности к счастью некоторые выводы джпио удваивается как интерфейсы айту си спай и юарт но чтобы пользоваться этими интерфейсами их нужно включить это можно сделать через терминал через суда разби конфиг разбери пай 4 расширил возможности многих выводов поддерживая эти интерфейсы на большем количестве из них чем разбери пай 3 наряду с другими функциями все контакты поддерживают программный шим а чпио 12 13 18 и 19 поддерживают аппаратную широтный импульсную модуляции когда вы будете собирать свои устройства я вам рекомендую пользоваться вот такой штукой это вам простит сборку и отладку устройств теперь давайте немного попрактикуем я буду писать программу на python хотя малина поддерживает и другие языки программирования для начала нам нужно установить библиотеку для работы с портами для этого воспользуемся команды пип создадим новый python файл и открою чтобы не тратить ваше время я вам покажу шаблон стандартной программы по управлению светодиодом она максимально простая и понятно особенно для начала освоения разбери пай вначале мы включаем библиотеки затем объявляем способ обращения к портам малины и настраиваем один из выводов и я раз напомню будьте внимательны по какой схеме вы работаете чтобы не перепутать имена портов если вы только начинаете свой путь в разбери пай попробуйте написать несколько программ с разными способами обращения к портам а затем выберите один из них и всегда пишите на нем затем воспользуемся структурой true except того чтобы наша малина адекватно работала это сделано для того чтобы при завершении работы малина вернула все порты в начальное состояние и при следующем запуске не возникало конфликтов потому что если и сделать то по завершению работы светодиод может остаться во включенном состоянии давайте запустим программу и посмотрим как это работает для того чтобы запустить программу переходим в папку проекта и вводим команду python 3 и имя нашего файла следующих видео мы продолжим разбирать то как подключается различные периферийные устройства к развере пай 4 а также как программировать на нем а чтобы не пропустить новое видео подпишись на канал спасибо что посмотрели данный ролик до конца пока